Привет! Долгое время я жил в Перово возле районного ЗАГСа. Возле него была достаточно большая парковка, на которой жители моего дома ставили свои машины. Ну, так же, как и я. Однажды, когда я подошел к машине, я заметил боковым зрением, что ко мне идет какой-то обычный на вид паренек. Я обернулся, а он подошел и спокойно сказал, «Здравствуйте, дайте, пожалуйста, денежек на водичку». Друзья, я же бизнес-тренер, и я всех тренирую, я больной. Как только я услышал «дайте денежек», я закрыл дверь и провел парню на 40 секунд короткий тренинг продаж. Я ему говорю, помой машину, вынеси мусор, подмети во дворе, и я тебе дам денег, деньги есть. Пока я эмоционально тренировал парня, я за ним очень внимательно наблюдал и заметил в глазах у него кое-что, что меня смутило. Если бы ко мне на улице подошел взрослый, половозрелый мужик и спросил бы денежек на водичку, и я бы его в ответ начал тренировать, то явно получил бы или в морду, или он сказал бы, «Слышь, ты не хочешь давать денег? Не давай, только лечить меня не надо». Я по привычке ожидал, что увижу в глазах у парня непозитивные эмоции. Но у него в глазах не было никакой злости и в принципе не было ничего, пусто. Это меня и смутило. Запомните, я позже об этом скажу. И когда я закончил свою эмоциональную речь, он абсолютно спокойно и даже позитивно сказал, «А денежек-то на водичку дайте». Вот этого я не ждал. И я подумал, это, наверное, я плохо рассказал. И я повторил парню сокращенный курс молодого бойца. Говорю, «Помой машины, вынеси мусор, подмети полы у меня в подъезде, и я дам денег. Деньги есть». Парень снова меня внимательно выслушал и спокойно ответил, «А денежек-то на водичку дайте». Как вы думаете, я дал ему денег? Не только дал, а давал все время, пока там жил». Его зовут Федор, и он дурачок. Абсолютно самостоятельный, его одного отпускают на улицу, и внешне он ничем не отличается от обычных людей. Я дал парню 100 рублей, и когда он ушел, подумал, почему так много. Наверное, у парня есть какой-то секрет. И решил за ним понаблюдать, и не зря. В ЗАГСе два дня женятся и пять дней разводятся. Так вот, в выходные появляется Федя и еще три бабки. Я заметил, бабкам никто не дает денег, Феде постоянно. Если бабка идет к человеку, то тот сразу меняет траекторию. Но если подходит Федор, никто не уходит. За последующую пару недель я собрал наблюдения, которые поразили меня своей простотой и эффективностью. Федор – это просто мега-продавец. У меня получилось 11 правил Федора. Правило первое. Федор не вызывает жалости. Он такой же, как все. А бабки грустные и печальные, и вызывают жалость. Правило второе. Федор работает всегда по одному и тому же скрипту. Я не знаю, кто его научил, но он никогда его не меняет. Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, денежек на водичку. Друзья, многие ли из нас типа нормальные люди способны на такое? Ведь мы постоянно что-нибудь придумываем, переделываем. Наша гордыня не позволяет нам говорить чужие тексты. Их обязательно нужно переделать, даже если они эффективные. А Федя – тупой. Он не умеет ничего придумывать. У него есть эффективные тексты, и он их просто говорит. Правило третье. Федор вообще не сомневается в своем скрипте, в своем тексте. Скажите, многие ли из нас, здоровых на голову людей, способны на такое? Ведь мы же постоянно паримся. А правильно ли я делаю? А правильные ли тексты я говорю? А может быть вообще неправильные? А может их надо все поменять? А ведь Федя тупой. У него в голове нету этой функции. У него есть текст, и он его говорит. Четвертое. Я быстро заметил, что Федор точно знает свою цель. Спросить и получить деньги. Он явно не был на тренингах, не знает, что такое целеполагание, диско, смарт. Фиг с ним. Он знает свою цель. Но при этом я знаю сотни продавцов с высоким IQ, которые и близко не понимают свои цели. Пятое. Федор не фильтрует клиентов. Я никогда не видел, чтобы он сидел в сторонке и думал, ага, у этого мужика злое лицо, к нему не пойду, нет. Ага, у этой женщины туфли грязные, да, денег нет, не пойду к ней. Федя тупой, у него нет такой функции мозга. Если совпадают две вещи, человек и машина, он просто встает и идет к нему. Здравствуйте, дайте, пожалуйста, денежек на водичку. А что делают умные продавцы? Они постоянно оценивают клиентов. Стоит к нему идти, не стоит к нему идти. А в это время тупой Федя просто делает. И как раз шестое. Федя тупо делает. В то время, как мы, умные люди, все время думаем и думаем и думаем о том, как бы сделать, Федя тупо делает и получает бумажные деньги. Седьмое. В отличие от нас с вами, умных людей, тупой Федор стабильно позитивен. Это нас, умных, постоянно что-то парит и что-то расстраивает, а Федора нет. А с кем бы вы лучше общались? С тем, у кого в жизни задница? Или с тем, у кого все позитивно? А? Федор тупой. Когда с вами общается человек немного глупее вас, каким вы себя чувствуете? Точно. Умным. И расслабляетесь. А с довольным человеком легче договориться. Федор тупой. И не умеет думать за других. Он вообще ни за кого не думает. Он знает цель, знает скрипт и просто делает. А мы, умные люди, постоянно за всех думаем и за всех решаем, как они должны поступать. Помните, в глазах у Федора я ничего не увидел, и это меня смутило. Так вот, ответ. Федор не строит ожидания. Он одинаково готов принять как деньги, так и отказ. Это изобилие и спокойствие. Он ничего не ждет и просто делает. И я это проверил. Однажды, когда ко мне в очередной раз подошел Федор и спросил денежек на водичку, я набрался духом и сказал, Федор, пошел нахрен. И знаете, что он сделал? Он сказал, понял, и ушел. Понял. Многие ли из вас могут сделать вот так? Когда взрослого человека посылают нахрен, что он делает? Он говорит, пху, на тебя сам пошел. А Федор, в отличие от нас, тупой. Он нам ничего не должен. Мы ему ничего не должны. И он просто с уважением уходит. И это еще не все. Есть одиннадцатое. Представляете, после всего Федор возвращается. Через 10 минут он снова подошел ко мне, как не бывало, как будто вообще меня не знает, и снова сказал. Здравствуйте, дайте, пожалуйста, денежек на водичку. Скажите, кто из нас, умных людей, после того, как нас послали, способен на такое? А теперь самое интересное, по скриптуму. У меня на той стоянке стояло две моих машины. И однажды, когда ко мне подошел Федор, взял денежек на водичку, ушел, потом вернулся, подошел ко мне и сказал, знаете, а я заметил, у вас две машины. И вот тут я потерял дар речи. Я, такой умный, такой крутой, все время считал Федора тупым. А вот тут задумался, так кто из нас двоих тупой? Спасибо.